здравствуйте дорогие братья и сестры сегодня ответим на еще один интересный вопрос который мне буквально задали на днях батюшка я не работаю в храме я прихожу на службу только в основном когда большие праздники но знаю что храм это дом божий как я могу принести пользу храму и в то же самое время своей душе хороший вопрос человек понимает осознает что он является частью храма частью может где-то прихода и он хочет быть полезным но как она может быть полезным нужно сказать что тут нужно рассмотреть с двух сторон есть духовный подвиг есть бытово материальный духовный многих храмах есть такое послушание чтение евангелия каждый день то есть приходит человек берет благословение о батюшке и читает евангелие посреди храма почему ну потому что чтобы слово божие молитва в храме не умолкала это духовный такой подвиг как человек может потрудиться с другой стороны более материальный то массу как это и по ухаживать за подсвечниками где-то если у человека талант флористики может быть на территории храма есть какой-то палисадничек можно так цветочками позаниматься но многогранно тут можно вспомнить к нашему разговору и марфу и марию которые одна много пеклась о бытовом другая более духовную склонность имела слушая слова господним и сам господь сказал что не отымется от нее марфа марфа ты молвишь и о множе службы единая есть на потребу мария избрала благую часть и она же не отымется от нее то есть нужно понимать что можно в разном потрудиться также как притча талантах давайте вспомним когда господин дает таланты что такое таланты это мера денежная и дает каждому одному больше средний и совсем мало один талант первые два они умножили свои таланты и порадовали этим своего господина последний оказался ленил труслив и закопал этот талант потому что знал что хозяин берет там где не сеял ему нужно было бы отдать этот талант но боялся что и не получится у него умножить его поэтому он и не стал ничего делать он спрятал пока не придет не вернется его господин наши же таланты они многогранны хотя бы давайте задумаемся о том ну немножко отходя от нашей от вопроса от нашей темы ну задумайтесь мы пришел приходим в храм мы уже пришли а у кого-то нету ног и мы в то же самое время понимаем что мы самые богатые люди наш талант это наши ноги кто-то слушает песнопение музыку да просто разговаривая слышит кто-то этого не слышит и он бы может быть порой и многие отдал чтобы услышать и много-много другого можно перечислять но все наши таланты должны прославлять милостивого бога почему потому что все давно без него как он сам сказал и волоска вашего не упадет с головы поэтому отвечает и подводя итог этому вопросу мы можем прийти в храм и многократно потрудиться если есть желание при храме может быть какая-то богодельня и пекарня угодно где порой и нуждающиеся приходят и храм заботиться о них как в храме так и вне храма господь сказал по плодам вашим узнаю вас поэтому наши должны плоды быть добрые которые опять-таки подчеркну прославят милость его бога храни вас господь и матерь церковь с вами был священник константин мальцев аминь аминь